Меня зовут Алиса Прудникова. Я уже давно связана всеми своими корнями с организацией, в которой мы находимся, Государственный центр современного искусства. С недавнего времени я возглавляю вновь созданное подразделение, которое называется Дирекция регионального развития. И именно не случайно наш круглый стол посвящен проблемам развития территорий, различным аспектам работы с темой локальности, центральности и взаимодействия этих двух тем. И так как Государственный центр современного искусства – это пионерская институция, которая обратила внимание на территории и на узаконивание процессов современного искусства в них. Мы открывали филиалы ГЦСы с 1995 года по всей России, сейчас их восемь. И они находятся от Калининграда до Томска. Вот, собственно, моя непосредственно судьба была связана долгое это время с Екатеринбургом. И нельзя отрицать, что действительно мы как-то очень сейчас серьезно ощущаем вот этот запрос на тему развития культуры на местах, отдельных каких-то культурных событий. Слово «культурная политика» произносится на уровне государства, об этом говорят чиновники. Есть серьезнейший запрос на то, чтобы с этим работать в регионах. Но, тем не менее, до недавнего времени я очень четко ощущала, во всяком случае, что есть столицы и некая недифференцированная провинция. И вот сегодня все больше провинции, регионы дифференцируются. Все больше идет запрос на то, чтобы как-то себя определять по отношению не только к центру, но и к соседу. И вот такая настоящая, ну, можно ли назвать это такой настоящей децентрализацией, то, что происходит на сегодняшний момент, вообще происходит ли она, какой диалог выстраивают территории на сегодняшний момент, вот это один из интересных вопросов, который нам бы сегодня, мне бы было интересно обсудить. И вот, опять-таки, у нас интересный очень состав спикеров. Мы не делаем круглый стол о, ну, как бы говорить о региональном искусстве с искусствоведами. Мы говорим с бизнесом, с политологами, с культурологами, географами и вот практиками, в частности. И вообще, наверное, мне интересно было бы подумать о том, а что вообще такое развитие территорий. Вот развитие территорий с этих разных точек зрения. В свое время, как-то делая главный проект для Екатеринбурга, для Урала, сделав в 2010 году Уральскую индустриальную биеннале, мы пытались для себя ответить ровно такой же вопрос. Вот чем конкретно Екатеринбург будет интересен миру? Как сделать так, чтобы вот в конкретном городе, в конкретной точке планеты создать некий процесс, некий, да, вот проект с какими-то последствиями, которые приведут к тому, что действительно этот город проявится на карте? И вот эта картоориентированность, нахождение своего места и понимание того, а что вот ты на этой карте из себя представляешь, мне кажется, это такой важный подход думания про территории, про регионы на сегодняшний момент. И вот нахождение таких важных самоопределяющих моментов, в частности для Екатеринбурга, это индустрия, индустриальность как таковая, и работа с индустриальностью как не только с наследием, но и как с актуальной практикой. И актуальная практика, которая релевантна не только для Урала, это такой глобальный процесс индустриализации, который мы можем вписывать в себя, который с нашей определенной локальной спецификой. Мы можем, естественно, говорить про ревитализацию, работу с памятниками эпохи индустриализации, это архитектура конструктивизма. Мы говорим про уже там работающие предприятия и интеграцию в действующий завод, что всегда интересно, что всегда является собой какой-то очень живой процесс и действительно такой инновационный подход к тому, как вообще взаимодействует искусство и какое-то функциональное, функционирующее предприятие. Так вот, нужна ли и чем нужна культура для развития региона? На этот вопрос пытались ответить уже очень многие города. У нас есть множество кейсов, о некоторых из них, я думаю, мы сегодня поговорим. В частности, ну, в общем, много кейсов. Самый громкий – это Пермь. В каждый из филиалов, например, он пытается предложить какой-то свой аспект. И вот, задавая, наверное, какие-то первые вопросы, мне кажется, что очень важно нам сегодня как-то зафиксировать момент, вспомнить опыт через разные перспективы, через разные экспертизы наших спикеров, зафиксировать ситуацию и спрогнозировать какие-то возможные пути развития. Вот, в частности, действительно, обращаясь к первому такому вопросу вообще про то, что такое развитие территорий и как на них можно посмотреть с точки зрения, например, культурного ландшафта, я обращу свой, предоставлю первое слово нашему спикеру здесь, Владимиру Каганскому, кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института географии Иран, автор многих книг, в частности, одна из них посвящена культурному как раз ландшафту и советскому пространству. И мы построим нашу дискуссию, извините, я не обговорила такой некий регламент, мы договорились, что мы сначала выскажемся на эту тему о каждой спикер, а потом мы перейдем к дискуссии и у нас будет возможность и обсудить это здесь между экспертами и потом обратиться к аудитории и надеюсь, что у нас как-то это не будет говорения исключительно за этим столом. Спасибо. Спасибо, Лариса. Первое. Института я здесь не представляю. В данном случае это так же уместно, как повесить на черном квадрате служебную принадлежность Малевича в этот момент. Не делают, правда? Мышление, процесс, ну, как, вроде бы индивидуальный. Второе. Пока я здесь курил, я, около здания, я проникся идеей, что в искусстве все символично. Моя черная жилетка – это знак траура по российскому культурному ланджавству. Может быть, он еще не совсем умер, а может быть, даже частично оживает. Следующее. Причем уважение к замечательной речи Ларисы о двух ее положениях я должен отнижеваться. Я не разделяю московской империалистической точки зрения, которая выражается в двух вещах. Вот мы открыли филиал. Второе. Есть представление, что вот Москва и какая-то нерасселенная провинция. Вот такое представление было 25 лет назад у одного большого государства. Чем кончилось, по-моему, все знают. В этом смысле я не только москвич, но я еще живу в Северной Евразии. А теперь по существу. Это место для меня очень, не это район, но очень важно. Не только потому, что недалеко Баганьково, потому что это один из центров культурного разнообразия, мирового значения музеи. Естественно, научные музеи, сам жанр которых вообще был придуман в России. По-моему, об этом как-то не очень известно. Точно так же, как технологический институт, вот там всякие колпейки, взят ровность с Петербургского технологического института. Здесь много разного разнообразия, которое сразу наводит на мысль обыцовании искусства в регионах. Кладбище, зоопарк, или, соответственно, музей, или выставка. Пока в основном это все укладывается в эти формы. Я не наблюдаю специальное искусство в регионах, но, в общем, за последние 25 лет я был вне Москвы 2000 дней. Следующее. Я ничего не знаю обыцовании. Вот, ну ничего. Я наблюдаю ландшафт и очень трудно уловить явления, которые как бы не являются компонентами ландшафта. Ну, некоторые духовные явления, а все остальное каким-то образом себя проявляет. Таким или сяким, или путем формирования определенных групп, которые наблюдаем в ландшафте. Я буду делиться отдельными только мыслями, естественными. Вот, смотрите, какая очень странная сейчас происходит вещь. Вот, видимые люди моего поколения. Явно наступила новая большая культурная эпоха. Нравится, не нравится, она уже наступила. В этом смысле плюрализм ценностей и искусство может быть произведением искусства вообще всем. В том числе и ландшафт. И мы знаем всякие штуки вроде ланд-арта, в том числе и очень дорогие. И анекдотические проекты, там, не знаю, запутывания лунные, например. Ну, это, конечно, анекдот, но с другой стороны происходит при этом концентрация на мелькающих значках на экране монитора. Казалось бы, ландшафт входит наконец в поле культуры, а при этом что мы видим? Мы видим какую-то экранную локальность. Я очень рекомендую обратиться к последнему исследованию молодежи, которую провел Сбербанк. Понятно, почему Сбербанк. Понятно. Молодежь вдруг оказалась, что новое поколение вообще не реагирует на все стимулы, оно оказалось другим. И попутно выяснили очень много интересных вещей. Сейчас вот это обсуждается, я советую разобраться. Вы про поколение Z говорите, да, которое мы исследовали? да, да, там много интересного, что удерживается в поле внимания что-то от 6 до 15 секунд цветное, с музыкой, мелькающее и сменяюще чем-то радикально другим. Вот в этих условиях что-то говорить о ландшафте и о развитии регионов, ну, по крайней мере, очень трудно. То есть возникает проблема какого-то соответственно монтажа. С одной стороны страна безумно разбогатела. Просто богатство носит вызывающий и совершенно неприличный характер. То есть вот такое вот сверхпотребление, причем это сверхпотребление заработанное трудами всего одного человека. Это Дэн Щаопин, который сказал, Китай будет экономически развиваться. Ведь отсюда цены на металл, на нефть и на газ. Только отсюда. Смотрите, Дэн Щаопин заработал для российской провинции богатство. Далее, насколько продуктивно явилось в регионах это богатство. Такой процесс обогащения был до революции. Я его называю провинциализацией, было до революции, шел очень бурный процесс становления самостоятельных культурных центров. Архангельск, Астрахань, даже Владивосток уже был провинцией, Иркутск и так далее. И что мы видим? Это небольшое богатство привело к тому, что не только появилась архитектура, где сейчас, я буду в Иркутске подробно его смотрел, где сейчас в Иркутске архитектура. Сейчас архитектура, там нет такого вообще и времени. Так, и такой парадокс. Старые деньги, дореволюционные, способствовали индивидуализации городов, нижние застраивались не так, как Казань. И так далее. А сейчас вот эта вот среда с галереей современного искусства непременно, с новыми памятниками, с торговыми центрами и так далее, она вообще в городах практически стала стирать. То есть, получается, что вот это вот богатство, ну, условно, богатство не равномерно распределенное, но в городах богатство, стало стирать различия, причем стирать буквально. За 25 лет страна лишилась большей части деревянной архитектуры, которая была самой разнообразной в мире. Ну, понятно, природные условия, разнообразие дерева, способов. Это к вопросу о том, о развитии территории. Мне, во-первых, само выражение развития территории непонятно. Во-первых, мне непонятно, что такое территория. Это какой-то парадон жаргон начальников. Понятие территории нельзя придать отчетливого содержания. Понятие ландшафт можно, можно говорить о ландшафте как единстве разнородностей, в том числе смысловых, привязанных к определенному месту. И вот можно говорить, что в том месте, где мы находимся, в разе еще нескольких километров, есть три очень важные вещи, которых почти нет в российских городах. Есть архитектура, есть ландшафт, и есть сама полноценная, относительно полноценная городская среда. Вот идея, что можно из Москвы распределить искусство и развивать территории, мне представляется просто недоразумением. я не вижу в ней злого ума или заговора, или сторонник и заговора, может быть, потому что еще недостаточно старый, или недостаточно больной, мне кажется. Потому что тут вообще куча недоразумений. Во-первых, никого и ничего развивать нельзя, можно развиваться. В этом смысле даже продвинутая советская педакодика это понимала, она говорила, что мы должны помочь, пусть там тот же Макаренко, который выращивал своих детей, чтобы они служили в КПУ следователями, он этого в сущности хотел. Даже он понимал, что нужно помочь детям развиваться. Тем более это касается больших и сложных систем. Только сейчас я получил перед уходом по рассылке какую-то очередную штуку, центр стратегических разработок. Наконец определил, в чем проблема различных строений. Нужно из центра определить территории, которые должны развиваться и им там предоставить, а которые не должны им что-то не предоставлять. То есть тут стрелка нету, конечно, сейчас очень жалко. Пока до нее очень пройдет. Ну смотрите, это дело не в том, что эта точка зрения выступна. Нет, помните знаменитую дискуссию Толерана и Наполеона, когда расстреляли герцога Энгленского, как известный исторический анекдот. Когда Толеран сказал, «Сир, это не преступление, это ошибка». Тем более мне непонятны бессодержательные разговоры о развитии. Дело в том, что случилось так, что сейчас наиболее полный букет концепции развития есть в российской науке. Самый полный набор. Ну, как говорится, рядом, километры отсюда много лет, уже десятилетий в зоомузее обсуждали все эти концепции. по некоторым условиям некоторые культурные и социальные следствия не были сделаны или не было высказано. Но это все есть. Тут я, конечно, не могу не удержаться, чтобы не сказать грустью, что даже самые почтенные мои коллеги вдруг решили, что нужно создать науку развития и видения. Да не нужно, есть теория революции. Тем более, что это уже к нашей теме, Лариса, я через 2 минуты закончу. Мы же говорим о сообществах. Мы говорим о наличии и об отсутствии сообществ. Я просто не могу выдержаться, может быть, кто-нибудь там откроет, прочитает, поймет. Смотрите, с теорией революции примерно в 2000 лет дела обстояли так. Было понятно, что есть индивидуальное развитие, которое завершает смертью, антогенез, и то же самое было понятно для цивилизации. более или менее, ну, вот, там, не знаю, в русской верши Гумилев, хотя он не регионарий, ну, я не знаю, Шпенглер, там, вот, кстати, очень актуальное чтение, ну, просто, вот, молодежи рекомендуют читать на ночь. Шпенглера. Шпенглера, конечно, да, конечно, да. по 6-10 минут. Еще два высказка. Сколько? Следующее. Было понятно, что виды развиваются, биологические виды, в том числе и человека. И их аналоги развиваются, технологии, инструменты, жанровые системы, костюм, это все изучено. Кстати, есть прекрасная работа на русском языке по эволюции костюма. Костюма, это уже близко. Но вот, про большие системы типа экосистем, ничего не было известно, что с ними происходит. Ну, постепенно разобрались, и, вот, буквально на моих глазах была построена эта замечательная теория, которая, в частности, еще очень точно описала распад СССР. Хотя, ее последний автор Володя Женихин, ему были приятели, он, к сожалению, умер рано, он еще сказал такую замечательную вещь. Вы знаете, наверное, есть проблема вымирания динозавров. Вот такая вот, почему вымерли динозавры? Меловой кризис, сменилась на три четверти фауна. Ну вот, а Володя Женихин в 90-е годы сказал такую интересную вещь, что вот только по дням, наблюдая, как распадается Советский Союз, я понял, как вымерли динозавры. А есть послание о буквальном вымирании динозавров, хотя и о буквальном тоже, а о том, что есть достаточно общая теория эволюции разных систем, в том числе и социальных. Это к вопросу о том, что есть некоторые закономерности, с которыми нельзя ничего поделать. Вот нельзя ничего поделать. И в этом смысле, учитывая, что есть закономерности, точность воздействия важнее, чем мощность. Точность воздействия. Может быть, вброс одного человека куда-то важнее, чем там, не знаю, 500 миллиардов инвестиций в современное искусство. Ну, а так, я на этом заканчиваю. Я хочу сказать, что не нужно повторять ошибок Советского Союза не только потому, что он развалился, в этом смысле похоро это, конечно, повторить, а просто потому, что это образец того, что есть закономерности, можно называть их историей, а можно и не называть. И, наконец, последнее. Культурные проекты 90-х, которые осуществились, казалось бы, на пустом месте и внезапно потому осуществились, что они все десятилетиями до этого, как говорят, обсуждались на кухнях, независимо от того, будут ли при жизни условия их реализации. В этом смысле очень важно иметь задел и думать независимо от таких случайных реальностей, как государственный бюджет, государство, государственная политика. Лучше обращаться к смыслам, к смыслам, к сущностям. Так, спасибо за возможность побывать в этом районе. Спасибо. Тогда вот хочу сделать переход уже к культурному проекту двухтысячных, а не девяностых, и поговорить, дать слово Илье Гращенкову, Гращенкову, руководителю Центра развития региональной политики, и вспомнить несколько конкретных кейсов, в частности, очень волнующий меня кейс культурного альянса, интересный, невероятный, и историю, может быть, поговорить с точки зрения вашей более политологической перспективы об этом вопросе. Всего говорить? Да, можно сюда, потому что я слышу. Да, ну я буду тут стараться совмещать сложно и роль политолога, и роль историка искусств, наверное, в некотором роде. поскольку все-таки у нас заявлена тема локального искусства и его место в политической жизни страны. Мне просто кажется, что современное искусство это тот язык, которым российской политике только предстоит учиться разговаривать. На данном этапе это сложно, потому что реально население к этому плохо готово. Ну и практически действительно все 2000-е годы администрации президента в некотором роде был задан такой тренд, как вести современное искусство в оборот в регионах России. Ну, помимо решения каких-то политических задач, я как политтехнолог скорее занимался в том числе продвижением культурных проектов, ну вот в частности упомянули культурный альянс, но еще раньше это были другие проекты, связанные с деятельностью наверное безвестного Марата Гельбана, который все-таки является наверное таким передовиком и политического производства, и инкорпорирования в него культурных составляющих. Ну, надо сказать, что наверное в некотором роде весь такой политический авангард 2000-х был так или иначе связан с современным искусством, но просто так получилось, что в эту систему попали люди близкие к искусству или каким-то смежным отраслям, поэтому в принципе легко складывалось вот это общение и все мы понимали цели и задачи, к которым мы шли. Каким задачам мы шли? Собственно, вопрос стоял о том, что современное искусство это язык глобализма, а Россия ввиду своей архаичной константы всегда тяготела такому национальному сценарию, который подразумевал, что надо возрождать традиции, надо всячески бороться, ограждаться от всего глобального, ну и плюс, конечно, население страны, воспитанное при Советском Союзе на ценностях такого классического характера, с трудом понимало язык современного искусства, постоянно его отторгая, как нечто такое инородное, ну и соответственно, это все время порождало массу конфликтов. Естественно, там, где конфликт, там и политика, поэтому развитие регионов политической мы мыслили как некое продвижение культурологическое, ну и в том числе с точки зрения взаимодействия с институциями современного искусства. Значит, ну я не знаю, тут как лучше сразу кейсом перейти, наверное, или как тут наверное было бы правильно. что бы я хотел сказать, наверное, стоит начать с того, что государство, несмотря на то, что в ближайшее время приняло новую концепцию развития искусства, где в углову угла поставило вот этот вот национальный такую доминанту, как раз то, о чем вы говорили, что из федерального центра нам будут диктовать некоторые установки, собственно, как жить на местах, какое искусство должно быть на местах и так далее. Между тем, это явно вступает в конфликт с локальным искусством, где художники представляют какую-то местную идентичность и которые как раз состояние эту идентичность представить на рынок потребления. Я о чем говорю? О том, что те культурные смыслы, которые спускает государство, они часто очень такие расплывчатые, непонятные и не привязаны к месту. А локальное искусство может оседлать ту политическую повестку, в которой, собственно, живет население городов и областей. Например, какие это могут быть повестки? Например, экологическая повестка, связанная с чрезмерной застройкой. Одна из таких самых сейчас популярных, когда экологический протест фактически вписывается в рамки некоторого акционизма, некоторых перформативных действий и так далее. То есть находит свое политическое выражение в лице какого-то произведения искусства. Второй аспект, естественно, политический, который может быть взят на вооружение как художниками, связанным с локальным искусством, так и местными политиками, которые с помощью этих форм могли бы продвигать не только собственные персонали, но и сам регион. И здесь мы видим, что федеральное правительство выступает лишь в какой-то части этой истории, становясь одним из игроков, а вторым игроком становятся те самые локальные силы, которые с одной стороны представляются некими локальными политиками, а с другой стороны некими локальными художниками. Потому что у них в принципе возникает единая цель продвижения региона в Российской Федерации. Дело в том, что Российская Федерация неоднородна, как мы можем... Коллега тут рассуждал о том, что представляет наше федеральное образование на сегодняшний день. На самом деле от федерализма в Российской Федерации достаточно мало. В принципе оно последние годы тяготеет таким чертам унитарного государства, которое, если убрать некоторую эту пену, фактически таковым и является. Но как раз государство дает нам некую свободу в той части федерализма, когда ему самому неохота просто вмешиваться в некоторые процессы. И как раз современное искусство и художественные практики вот этот самый небольшой лаг, куда можно влезть и сделать что-то самостоятельное, что-то может быть даже полезное. И безусловно это является такой доминантой в культурной жизни, потому что нам никогда не дадут влезть какие-то глобальные региональные процессы, связанные например с тратой крупных финансовых сумм на эти процессы. А вот что-то маленькое, локальное, связанное с какими-то... А почему вы себя так ограничиваете? Я не себя ограничиваю. Почему вы думаете, что не дадут воспользоваться финансовыми потоками? пока не давали и что-то мне очень сомнительно, что дадут. Денег-то нету или у вас другая информация? Мы же держимся пока. Это что связано с подходами к региональной составляющей. Второй вопрос это взаимодействие с населением. Население очень плохо понимает язык современного искусства. Это главная причина, по которой современное искусство трудно проникает в регион. Мне Алиса не даст соврать, что любой филиал ГЦСИ существующий в регионе первое, с чем вы боретесь, это как аудиторию подтянуть в него, как взаимодействовать с людьми, которые, даже если не понимают современное искусство, хотя бы не считают его чем-то вражеским, какой-то бомбой запущенной в общество, чтобы оно деморализовало, чтобы оно не проповедовало какие-то чуждые нам ценности и так далее. Взаимодействие с этим населением косным, как раз сейчас перейду к теме культурного альянса, нами рассматривалось как? Есть две явные стратегические линии. То ли совсем не взаимодействуя с той частью населения, которое уже никак не перевоспитается, условно говоря, 60 плюс. Я все-таки сейчас беру такие рамки, надеюсь, что мы немножко сдвинулись. Они перевоспитываются? Я думаю, что это достаточно сложно, но тем не менее. То есть либо совсем взаимодействовать только с молодежью, молодежь до 50 лет, либо как-то взаимодействовать со всеми слоями населения, которые надо как-то постепенно, очень понятными шагами приучать к современному искусству. Культурный альянс как раз предполагал коренной слом всей этой парадигмы. Условно говоря, идея состояла в том, что мы должны ориентироваться только на ту часть общества, которое сейчас молодое, от 15 до 30 лет. Мы сейчас начнем воздействовать на них практиками современного искусства. Все остальные будут шипеть, плеваться, мы будем терпеть, терпеть. Но за 10, 15, 20 лет мы перейдем к той составляющей, что люди, которые не воспринимают язык современного искусства, они в принципе перестанут, у них пропадет право голоса, а те, кто сегодня были подростками школотой, они завтра станут той самой движущей частью общества, которая и будет воспринимать направленные на них эти практики. Собственно, культура альянс представляла собой что? В каждом городе появляется некий культурный центр тяготения, который аккумулирует вокруг себя художников из той области, в которой он собственно организован и складывается не только локальное искусство, но это локальное искусство вписывается в глобальный контекст и оно инкорпорируется. То есть то, о чем вы говорите только с другой стороны. Не федеральный центр посылает сигнал, а ровно наоборот. Снизу формируется вот эта повестка, она оперерабатывает. Я все-таки должна Владимир навел тень на плетень и ушел. Я-то говорила не о том, у меня-то была как раз история, наверное, вот эта фраза про центр на дифференцированную провинцию, это как раз некий тот контекст, в котором вот эти филиалы открывались. Как раз у истории ГЦИ на местах была ровно обратная ситуация, потому что единственный мой сигнал из центра, который я воспринимала, будучи директором филиалов ГЦИ, это один раз в году ты приезжал на директорат, защищал свою программу на год, уезжал и центр не видел и не слышал больше. Поэтому это совсем как бы на самом деле анти истории филиальности. В этом смысле вот как раз культурный альянс, он не так, как в филиалах, а просто... Ну вы аккуратнее, сейчас это, так сказать, это не очень правильно, да, культурный альянс, примазываться. Нет, я говорю, ну это же, это плохо, это плохо. Нет, культурный альянс, это плохо. У нас так постановили. Культурный альянс не сработало. Нет, ну культурный альянс действительно был свой большой минус, это патернализм его кураторов. Дело в том, что идея культурного альянса возникла на базе вот как раз пермского проекта, когда мы в Перми попытались организовать культурную, третью культурную столицу, было принято решение, что помимо Москвы и Санкт-Петербурга нужна третья столица современного искусства, и вот пусть ей будет Пермь. Ну я не буду говорить, почему это произошло как бы технически, да, там все это все это понятно. Ну действительно хорошо, да, вот Пермь, Пермяки, соленые уши, ничего там не происходит в этой Перми, глушь, и тут вдруг столица, третья культурная столица, да, как такое вообще возможно? Никак. Поэтому здесь культурный слом был наиболее очевиден. То есть приехала команда московских технологов, которая, собственно, технологическими методами пыталась переработать население для того, чтобы внедрить в нее вот эти идеи современного искусства. Собственно, проект закрылся так же быстро, как только, как и открылся, да, собственно, потому что не произошло вот этого диалога с населением. Патернализм его кураторов был вызван тем, что кураторы как раз корпорировали в него глобалистскую идею с целью просто как бы прокрутить ее на той аудитории, которая ее воспринимает. Остальную аудиторию, в принципе, игнорирует. Ну, что мы делали, да, в городе появились некоторые площадки, ну, соответственно, выставочного характера, появились какие-то перформативные площадки типа там театра, появились фестивальные площадки, ну, в принципе, все хорошо. Только вопрос, что приезжали на них зарубежные художники, участвовали в зарубежные группы, и в основном большая часть контингентов тоже приезжала. Собственно, Пермякова было небольшое количество. Вот это отсутствие вовлеченности местных жителей привело к тому, что проект закрылся, как только закрылся финансирование, грубо говоря, этого проекта. Вот. Поэтому, вот ваша идея ГЦИ, да, ну да, собственно, я не сказал о культурном альянсе, а культурный альянс подразумевал, что таких столиц будет много, да, что и Самара, и, ну, Екатеринбург, наверное, слишком большой, Владивосток, не знаю, Новосибирск, достаточно крупные города, которые сами могут стать вот этими центрами тяготения, вот, они будут выполнять эту роль для каждого, ну, не столько, может быть, федерального центра, да, вернее, федерального округа, вот, ну, до какой-то крупной территории, которая бы смогла аккумулировать вот эту культурную жизнь в себя. Значит, Удмуртия, кстати, да, помню, да, были переговоры, да, с Иржевском, Великасимов такой был, да, группа Комос. Вот, ну, суть в чем, да, что для реализации такого амбициозного проекта, опять-таки, помимо финансирования, нужно было как-то понять, как, собственно, и поэтому культурный альянс мыслился как федеральная целевая программа с финансированием, подо что, да, то есть, опять идея была сформулирована таким патерналистским, да, образом, что мы опять везде всех привезем, и фактически мы будем возить как некую цирковую труппу, да, из одного города в другой, будут как мясо, да, нарастать на эту историю какие-то местные локальные художники, они же будут перед, такие передвижничества, да, из одного, значит, города в другой. Вот, ну, идеи, в принципе, мы не можем ее оценить, поскольку она фактически реализована и не была. Значит, в целом мне формат ГАЦИ, честно говоря, окажется более, да, уместным, потому что, насколько я понимаю, вы как раз тяготете к тому, чтобы локальное искусство не затерялось на общем, да, глобалистском фоне, но при этом была часть того культурной парадигмы, языковой, да, парадигмы, которая принята во всем мире, да, о котором говорит международное сообщество, и которая позволит писать не только Россию, да, но и ее региональную составляющую, вот этот общий культурный процесс. Вот, и тогда, как бы, вопрос о том, как, собственно, коммуницировать с гражданами, отпадает сам собой, поскольку встает вопрос не о навязываниях этих, да, там, каких-то стереотипов, то есть, там, привести им какое-то такое произведение искусства, от которого они, там, начинают выпадать в осадок, ходить с хоругвиями, там, да, поливать на него святой водой, и вообще, значит, ведут себя, как, значит, какие-то, там, индейцы, да, которым привезли и показали какую-то паровую машину. Нет, абсолютно, да, то есть, идея как раз заключена в том, что локальное искусство является тем буфером, которое влияет на... То есть, этим людям, которые идут в хоругиях, мы к подходе, мы говорим, э, это не то искусство, не такого рода современное, давайте вам покажем, какое оно нужно, правильно? Нет, наоборот, в том-то и дело, она выступает в качестве буфера, то есть, если вы, ну, я не знаю, какой-то пример привести, если в городе Ижевск, да, существуют локальные художники, которые всем уже известны, там, я не знаю, например, там, стрит-арт, да, какой-нибудь, который, ну, не знаю, там, несколько лет расписывают городское пространство, их уже не воспринимают, как неких вандалов, да, а гордятся этими произведениями искусства, считая, что, да, там, не знаю, вот этот вот портрет или вот это, там, ну, некое произведение искусства является нашим достоянием, то с помощью вот этого локального элемента можно привести других стрит-артистов, которые, они говорят, да, мы уже знаем, что это такое, потому что мы очень хорошо понимаем, на примере наших, да, локальных художников, вот, как бы, тот самый буфер, который позволяет наращивать уже некое такое понимание, да, сути проблемы, вот, поэтому, ну, что касается культурного альянса, ну, наверное, ну, что, да, я, наверное, долго говорю, да, ну, да, ну, давайте, да, буду, кому-нибудь, да, наверное, наверное, да, если можно, я, пусть, Ольга, придала вам слово сейчас, и Ольга Вензина с нами, кандидат в географический наук, могу я представить вас от института? География, можете. Ведущий научный сотрудник института географии РАН, и, вот, Ольге обращу такой вопрос, мы сейчас говорим про то, что, ну, с точки зрения Ильи, соответственно, современное искусство, это как такая буферная зона, ну, локальное искусство, буферная зона, которая, собственно, смягчает конфликты, а вот на ваш взгляд, ну, вот сейчас, если посмотреть на развитие региональной ситуации, где вот эти самые яркие конфликтные точки, да, которые сейчас, ну, можно, так скажем, спасти культурными практиками. Врачевать искусством. Ну, передо мной столько было всего сказанного, что хочется отреагировать, и невозможно сразу отвечать на ваш вопрос, потому что меня, как бы, всегда поражает, насколько разнообразен и интересен язык негативных ассоциаций, да, то есть бесконечные слова, которые мы слышали и о необходимости слома, и о костном населении, и там о провинции, я уже забыла о чем еще, но все это было в невероятно таком негативном и очень красочном контексте. Ну, вот я попробую поговорить на скучном языке позитивных ассоциаций и немножечко, как бы, переключить нашу дискуссию именно на тему развития, потому что, мне кажется, то, что вы затеяли, это дело очень полезное, и полезное оно именно потому, что это дискуссия. И здесь уже, не помню, кто об этом сказал, но прозвучали слова «плюрализм ценностей». Так вот, сегодня, когда мы говорим о развитии, я не знаю, почему эта точка зрения доминирует в экспертном сообществе, но считается, что в тех подходах, которые существуют сегодня и там на федеральном уровне, и на региональном уровне, сохраняется некое такое объектное отношение к развитию, что все навязывается, навязывается, навязывается и так далее. Тогда, как вот моя личная практика, она говорит, что эти отношения давным-давно стали субъектными. И даже на примере Москвы, которая уж характеризуется как город наиболее авторитарного стиля управления, все равно отношения ко всем крупным проектам, они становятся субъектными, и мнения людей все в большей степени учитываются. И более того, ни одно, даже самое авторитарное решение сегодня не может быть принято и реализовано, если оно не поддерживается определенным мнением населения. И вот здесь вот мы сталкиваемся как раз с этим самым плюрализмом ценностей и плюрализмом точек зрения, потому что чью точку зрения поддерживать, с чьей точкой зрения соглашаться, какое решение принимать. И вот здесь мы подходим как раз к вопросу современного искусства. Может ли оно вообще, в принципе, быть буфером? Искусство, даже будучи массовым искусством, все равно остается продуктом достаточно элитарным. То есть мы должны говорить не столько об искусстве, тем более не о современном искусстве, сколько о соотношении искусства и культуры. И о культуре мы, опять же, должны рассуждать не в терминах искусства, а в терминах жизни людей, их привычек, их повседневных практик и всего остального, что составляет эту культуру. Вопрос, в какой степени искусство входит в привычку людей, это чрезвычайно важный вопрос. И как раз вот тот пример Ижевска, о котором говорилось, он как раз и свидетельствует о том, что постепенно через привычку возникает и интерес к другим формам проявления современного искусства. И здесь упоминалось о Перми и, в общем-то, опять же, в таких негативных терминах, как бы о проекте, потерпевшим крах в силу его вот такого объективистского отношения, в силу патерналистского отношения и неучета мнения населения. Лично я не считаю, что этот проект потерпел краху, наставил глубочайший след в обществе, которое его как бы переварило, переваривает, вырабатывает свое внутреннее отношение к тому, что произошло, и движется дальше. И мне кажется, в этом смысле свою культуртрегерскую задачу этот проект выполнил. Другой вопрос, что он, вот тот же пример Перми, если возвращаться к противоречию между массовым искусством, массовым восприятием, консервативностью населения. Консервативность населения – это вещь чрезвычайно нормальная и не должна вообще-то рассматриваться как косность, потому что если не будет этой самой существенной дозы консервативности, общество будет просто внутренне разрушаться, потому что всегда должна быть определенная преемственность, и осваивая что-то новое, мы всегда опираемся на то, что на опыт наших родителей, на то, как нас воспитывали в детстве и на многие-многие другие ценности. И в этом смысле это ни в коем случае, с моей точки зрения, не должно рассматриваться как косность. Так вот, что показывает Перми? Потому что пермское общество, хотя о нем тоже было так сказано несколько походя, как о косном, индустриальном, в общем-то неинтересном, на самом деле представляет чрезвычайно интересный феномен, потому что Пермь имеет славу наиболее демократического региона. И для меня всегда был большой знак вопроса, за счет чего? Потому что для меня Пермь так же выглядела, ну Пермь и Пермь, Уральский промышленный город, ну крупные предприятия, ну балетная школа. Что дальше? Почему? Откуда эта традиция гражданской культуры? Откуда она могла? Витя, это при Волшине. Это при Волшине. Забудьте про идеальную кругу. Это как фантомат. Ну, Пермь, да, конечно, это город-опорная точка вообще создания, освоения Урала и всей уральской промышленности. Первая столица Урала. Федеральная круга, это ну не более чем сетка, которая не имеет ни административного, ни даже управленческого значения. Это примерно так же, как были в своем роде раньше, скажем, экономические районы и так далее. То есть управленческая сетка административно-территориального деления это нечто совсем другое. Завтра можно как бы изменить контуры этих самых федеральных округов, переформатировать, как у нас, скажем, был южный федеральный округ, остался северокавказский и южный. То есть эти границы достаточно произвольно рисуемые, это искусственные конструкции. Поэтому Перми, это, конечно, уральский город и город, который осознает себя уральским. Но в то же время он очень доволен тем, что он стал частью Приволжского округа. Потому что Приволжский округ как бы более европейский, тогда как Урал это некая граница между Европой и Азией. И вот эти, конечно, символические игры, они тоже влияют на самосознание, на восприятие людей. Так вот, возвращаясь к вопросу, откуда в Перми... Нет, это хорошо, что вы задали вообще любой вопрос, это очень хорошо. Откуда в Перми эта гражданская культура? Откуда? Потому что она предполагает прежде всего плюрализм мнений. Откуда он может взяться в Перми? А все это было до революции, просто это сохранилось. Хорошо, что люди верят в том, что от динозавров может что-то сохраниться. Там очень много сохранилось. Ничего подобного. Сохранилось там очень мало. Но там совсем... Это наследие индустриального, прошлого, а не дореволюционного. Конечно, определенная... Во-первых, Перми по сравнению с той Перми, которая была до революции, небольшой город, по сравнению с городом-миллионером, вы понимаете, как сильно там поменялось население. Плюс там все процессы, которые происходили в советское время. Так вот, в Перми находятся сколько, четыре крупных предприятия, крупнейших, которые были предприятиями всесоюзного значения еще в советское время. Я отвлекаюсь, например, уходя от темы нашей дискуссии. Но этот вопрос важный. Откуда что растет? И почему вот эта вот культура и искусство, которые сначала кажутся невостребованы, потом на самом деле перерабатываются обществом? Так вот, эти все четыре предприятия имели свои четыре разных министерства в Москве. И когда возникали у директоров предприятий проблемы, они обращались в Москву. А не в местной обком партии. И как бы местное региональное начальство, оно с этими директорами завода было на равных. За каждым директором стоял рабочий коллектив, который, высказывая, люди, высказывая свое мнение, чувствовали себя защищенными своим директором. И на предприятиях, на совещаниях, вот эта вот культура, когда люди могут встать и не опасаясь, зная, что их защитят, высказать свою точку зрения, она перешла и в постсоветское время. Она сохранилась и сегодня. И вот этот вот плюрализм мнений, который мы, и плюрализм этого общества, который мы сбрасываем со счетов, он чрезвычайно важен для реализации любых культурных проектов и вообще для того, чтобы состоялась какая бы то ни была дискуссия. И в этом смысле Пермь была очень удачным местом для того, чтобы осуществить проект... Да. Ну тут наличие 15 сезонов. Наличие... Нет, как раз внутреннюю... Да, там была очень сильная, очень автономная, одна из самых долго державшихся чистых криминальных культур. Чисто криминальных культур. Всех авторитетов, всех просто убили. Нет, это действительно... Вот это фактор плюрализма. Это одна из, скажем, дополнительных красок. Но вы должны понимать, что любые неформальные сообщества, вопрос в какой степени они контролируют ситуацию в городе. Скажем, если мы возьмем Ростов-на-Дону, то мы увидим, что там неформальные структуры, они не криминальные. Они давно уже не криминальные. Там есть и криминальные структуры. Я согласна, что это сложный вопрос. Там есть и криминальные структуры тоже, но эти структуры давно неформальные и не криминальные, которые определяют внутренние правила жизни в городе. Ну, я не готова сейчас, мы дискутируем на другую тему, не готова развивать, но я... А вы не из Перми случайно? Нет, я все это провел. А, все. Как я провел в земле. Давайте вернемся, пожалуйста, все-таки в дискуссии, если можно. Так вот, почему в Перми возникло и до сих пор возникает, скажем, вот это вот противостояние между формами современного искусства, формами классического искусства, между, скажем, театром Курензиса, который вполне успешно продолжает там функционировать, придя на волне этого культурного проекта, которым город очень гордится, и, скажем, гражданскими активистами, которые считают, что это неправильно. Вроде бы Перми, город, который должна поддерживать классическое искусство и школу балета, и консервативное там, как угодно, то, о чем вы говорили. И, тем не менее, есть вот это противоречие. Значит, дело не в современном искусстве, а противоречие заключается в том, что это искусство рассматривается как элитарное и не принадлежащее народу. Потому что, чем тратить миллионы на Курензиса, на премьеры которого съезжается вся светская элита Российской Федерации и за рубежа, лучше было бы потратить там на изо-студии, балетные школы, на кружки для детей, и на приобщение их хотя бы не к современному, но к какому-то виду творчества, саморазвития и так далее. Значит, вот этот вот пример показывает, что дело, собственно, не в современном искусстве, не в классическом искусстве, не в восприятии того или другого, а, как вы правильно сказали, не вовлеченности населения в эти процессы. А вовлекать их, конечно, можно только через развитие культурных практик. И мне кажется, что библиотеки начали это делать. Это начинают делать и музеи, вот такие вот развития публичных дискуссий, которые позволяют людям высказывать свои точки зрения, позволяют, потому что, скажем, если говорить о власти, сегодня для современной власти, региональной, наличие импульсов из федерального центра, это своего рода спасение, потому что им не надо делать выбора, им не надо, они получают установку и действуют, они не могут сделать этот выбор, потому что они сталкиваются с большим количеством разных точек зрения. Вы говорите, нужно ориентироваться только на молодежь. А почему тут же возникнет протест, а почему не на людей других возрастных категорий, а у них свои интересы, ресурсы ограничены, и как сделать этот выбор, чью точку зрения, какую форму искусства признать доминирующей. То есть мы постоянно оказываемся в этой ситуации, когда необходимо разрешать вот этот внутренний конфликт в обществе. Ну, я, наверное, долго говорю тоже. Спасибо большое. Вот я сейчас, вы затронет доли очень важную для меня тему, когда эффект от культурных проектов меряется детскими садиками. Ну, вот, и особенно, да, любая стоимость проекта, это какой-то эквивалент в детских садах. Вот, ой, хорошо. Андрей Синявин с нами сегодня, он представляет Савацкий property management компанию, он руководитель ее отдела консультации. Собственно, как бы миссия Андрея сегодня, это быть таким голосом бизнеса за нашим круглым столом квадратным. И у меня вопрос, вот какие есть альтернативные методы подсчета KPI от культурных проектов, когда мы говорим о взаимодействии с бизнес-партнерами? У меня сложная задача. Когда мне сказали, что есть возможность выступить про что-то, что связано с современным искусством, я сначала испугался, а потом вспомнил, что к современному искусству можно отнести почти все. Даже иногда некие глупости могут относить. Поэтому я как в омот с головой решил пойду и что-нибудь расскажу, как бизнес видит себя в культуре или культура в бизнесе. С точки зрения KPI, не знаю, мне кажется, вот отвечая на ваш вопрос, никаких-то особенностей нет. Ну вот мы с точки зрения бизнеса, ну вот живем и живем. А потом бах, выныриваешь, вокруг искусство есть, вокруг бывает и нет искусства, бывают просто там какие-то примитивные жизненные ценности. Как вот сейчас коллеги выступали, мне время от времени накатывал перефраз одного выражения. Для меня он звучал так. Пустое брюхо к искусству глухо. Ну вот с одной стороны это так, с другой стороны и даже голодный человек часто тянется к высокому. Примеров тому множество. С точки зрения бизнеса и культуры, да, мы ощущаем, ощущаем, что что-то происходит. И происходит это скорее, может быть, не на вот уровне России, российского государства, а на общемировом уровне, когда бизнес мировой идет сюда, идут, не знаю, сети, идут фильмы, идут спектакли, простой доступ к информации, к широкой информации. Все-таки большое количество визуальной информации позволяет людям, не имея языковых знаний, чего-то видеть, смотреть, участвовать, доступ к музеям, еще к чему-то. Позволяет быстро потреблять и люди на местах, там, в Москве, бываю в Казани, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге был, в Омске был, в принципе, уже нельзя их считать, не знаю, там, провинциалами, по крайней мере, не хочется этого делать. Другое дело, что у них меньше возможностей чего-то видеть, чего-то потреблять, но желание есть. На мой взгляд, чтобы культура или локальная культура сохранялась, ну, нельзя сказать, культура, шуруй, овладевай местным населением. Даже вот, ну, не знаю, вот классный эксперимент с Пермию показал, что кончились деньги, кончился позыв. Наверное, это нужно делать с каких-то низовых уровней, не знаю, там, с детских садов, школ, с того, что люди видят вокруг себя непосредственно. Сейчас люди в регионах видят в основном то, что нам несут, не знаю, трансграничные корпорации, костюмы, фильмы, еще возвращаясь. И поэтому, на мой взгляд, местное начинает частично вытесняться этим. Хорошо это или плохо, сложно сказать. Видимо, все-таки идентичность в каком-то виде будет сохраняться. Но как долго, может, скоро будем, не знаю, по-африкански разговаривать, либо что-то еще. Поэтому у меня вот такое сумбурное выступление. Дальше, наверное, в дискуссии еще поучаствую. Спасибо. Лера, Валерия Коваленко, моя коллега, основатель проекта ArtTube, директор фонда Владимира Смирнова Константина Сорокина. И, ну вот, у меня, наверное, сейчас вопрос важный, тоже меня волнующий, о том, а что, собственно, ну вот, как формируется запрос на региональный контент? Вот как приходится, ну вот, как приходит осознание того, что это, ну, как бы кому-то нужно, и как формулируется, наверное, для вас целевая аудитория вот этого большого проекта, который вообще-то включает, в себя 15 стран бывшего соцлагеря. Добрый день. Меня зовут Валерия Коваленко. И я хочу рассказать немножко, как нам пришла вообще идея в голову заняться, заняться таким проектом, как сайт о всех событиях современного искусства в 15 странах бывшего Советского Союза. В течение 6 лет я являюсь директором фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина. Как фонд делал много выставочных проектов с молодыми художниками. В процессе общения с художниками мы понимали, что у художников есть какие-то свои местные проекты, местные галереи, мастерские, в которых они начинали работать, в которых они продолжают работать, приезжая в Москву, либо переезжая, либо оставаясь работать у себя в регионах, но мы не могли найти информацию об этих выставках, об этих галереях, то есть информацию, которую предоставляли художники, она была достаточно небольшой. И 4 года назад мы с коллегами решили, что неплохо бы сделать сайт, который бы на русском и английском языке рассказывал о всех событиях в области современного искусства, начиная от частных квартирных галерей до крупных музеев, нам эта идея показалась достаточно интересной. И в принципе сейчас, спустя 4 года, можно сказать, что мы, наверное, довольны тем, как все получилось, то есть за счет того, что у нас есть меценаты, которые нас поддерживают, мы продолжаем оставаться сайтом без рекламы, то есть мы не зарабатываем на пользователях, которые нас читают, мы ничего им не рекламируем, и мы позволяем любой галереи, любому сообществу, любому художнику, который что-то сделает, любому музею, абсолютно предоставив информацию на русском языке, разместить у нас на сайте, так сказать, заявить о себе, заявить о своем проекте, о своей лекции, ну то есть о любом событии в области современного искусства. У нас работают штатные переводчики, которые переводят этот контент на английский язык, и таким образом мы можем рассказать о любом событии в 15 странах бывшего Советского Союза. Когда мы начинали делать этот проект, нам казалось, что все будут этому очень рады, потому что это же очень прекрасно, когда можно бесплатно заявить о себе на большую аудиторию. Но это было чуть-чуть не так. Особого энтузиазма на этапе зарождения проекта мы не увидели. Были некоторые случаи, когда нам приходилось много месяцев общаться с той или иной галереей, с тем или иным музеем, чтобы они нам разрешили публиковать информацию о своих событиях. И я бы сказала, что в регионах, может быть, не всегда охотно люди шли на контакт, но в Москве тоже были разные ситуации. Когда, наверное, нашему проекту было приблизительно уже полтора-два года, то начался тот процесс, когда нас стали находить самостоятельно. К нам стали обращаться уже с запросом размещения информации о партнерстве. Мы стали информационными партнерами многих региональных фестивалей. Мы стали информационным партнером Космоску, которая проходила в Москве. И так уже, конечно, на второй, на третий год у нас уже было какое-то имя, что позволяло нам гораздо охотнее крупным музеям и крупным галереям с нами сотрудничать. Почему мы считаем, что это нужно? Потому что у фонда, у наших владельцев, у Владимира Смирнова и Константина Сорокина есть своя коллекция современного искусства. Есть много партнеров, друзей, которые, приезжая в Россию, хотят посмотреть искусство не только в Москве и в Петербурге, а найти информацию о современном искусстве в регионе, тем более на иностранном языке, это все-таки достаточно сложно. Поэтому мы считаем, что, наверное, наша основная аудитория это люди, которые приезжают в другие города и хотят видеть местное искусство, хотят находить актуальную информацию об этих событиях современного искусства. И это иностранные гости, которые в силу, так сказать, отсутствия информации на иностранном языке не могут ее больше нигде взять, кроме как на нашем сайте. Совершенно неожиданно для нас в прошлом году мы вышли из интернета и сделали три проекта, серия выставочных проектов, которая называлась «Примирение». Это проекты про гражданскую войну. И мы делали три проекта, три разные совершенно выставки в Краснодаре, в Санкт-Петербурге и во Владивостоке. Мы специально не делали выставку в Москве, потому что мы подумали, что раз мы проект ориентированный на регионы, мы хотим сделать выставки в регионах. В этом году мы продолжаем серию выставочных проектов и будем делать в Алматы и в Узбекистане, в Ташкенте. То есть в этом году мы решили переключиться на страны, на дружественные нам страны. И в принципе, надеемся, наверное, что дальнейшее наше развитие будет в том, что мы бы хотели стать полноценным медиа-агентством, которое бы не просто рассказывало на бумаге об этих выставках, а могло делать полноценные репортажи про выставки, могло публиковать какие-то комментарии, то есть восприятие пользователей. И таким образом, чтобы человек из разных городов, из разных стран, они могли смотреть, что происходит в регионе, может быть, находить каких-то общих партнеров и формироваться какие-то выставки. Вот, наверное, так. Спасибо. Переходим к вопросам. Так, я бы хотел отреагировать одной фразой на каждое выступление, если можно, не адресно, а в виде как бы-то пик. Да, а можно, а я тоже могу отреагировать на ваше выступление, если вы позволите. Да, конечно. У меня к вам есть один уточняющий вопрос. Вот, если воспринимать вот ваше выступление и набор тезисов как некий вот такой набор условий, в которых мы существуем на сегодняшний день, то, исходя из этих вводных данных, можно ли вычленить какой-то алгоритм работы с культурным ландшафтом? Вот, я сейчас об этом могу говорить. Класс. А, все было ярко, интересно, замечательно, только очень тушно. А, начну с принципа соседства. Замечательно, что вброс в Перми, замечательно, что мнения разослились. В Перми действительно случились, для истории Перми это вообще характерно. Что с ней не делай, она возрождается. Это же реинкарнация Петербурга. А, на мой взгляд, сколько жило людей в Перми когда-то и сейчас не имели никакого значения. Наоборот. В Перми было культурное сообщество. Реальные персонажи в Перми, у меня много Перми, они все это помнят. Разговоры о том, что мой дед учился у Вернавского, у сына, и так далее, и так далее, это все реально. Значит, про Перми можно обсуждать. Наоборот, ее уничтожение, ее же, она же была город-репрессирована, она же Колчака поддержала. Ни один город России так не поддержал Колчака. Последние верные колчаковцы, которые сложили свои головы под Иркутскому, это были добровольцы из числа пермских мазовитинских рабочих. К сожалению, в Перми не хотят сделать на этом, там есть две точки важных идентичности. Это и то, что на мировой культурной карте, в отличие от Москвы, Перм есть. Пермская система, которую учат школьники всего мира. Пермская геологическая система. Они даже этот разрез не расчистили. Следующее, Илья, очень ценно высказывание, что продуктивная культура живет и рождается в щелях. Конечно, где же еще? В щелях, в зазорах. Это не значит, что ее нужно загонять в щели. Вся могучая культура, в том числе альтернативная наука советского времени, антиграунд, где он породился. Он что, я не знаю, мавзолей, что ли обслуживал. Следующее, если говорить о действии в такой обстановке, возможно, две стратегии. Знать, что происходит, по-моему, реально это сейчас невозможно. Вот, мерял, остановить. Тогда ориентироваться на ценности. я отрубляю, я могу нарисовать схему 250-250-250. Ну, вот, нет другого вызова. Тогда ориентироваться на ценности или, как вот, пишут, если нет возможности предвидеть, как наше слово назовется, значит, единственный способ это ценности, смыслы, я в своей деятельности тоже примеряю, я не знаю, кому понадобится и когда. Вот, картинка того, что происходило с культурным ландшафтом за последние 30 лет. Следующее. То, что говорится об экспертном сообществе, это недоразумение. Это другой жанр, это публичные эксперты, которые экспонированы в публичном медийном пространстве и как бы сказать, это важнее, чем все остальное, на мой взгляд. Реальные эксперты в этом пространстве не экспонировали по очень многим соображениям. В моей области просто потому, что право применения не позволяет обсуждать, например, геополитические сюжеты и рач. Ну, в принципе, это невозможно. и вот этот вброс, что вот казалось бы, хранилище мертвых предметов музеи, библиотеки вдруг ожили, они же ожили и везде ожили. Хотя тут есть такая оригинальная идея из Петербурга, что можно дворяко относиться к музею. Можно сказать, что это трупы вещей, в том числе и картины галереи, что это такое? Это трупы знаков. А можно сказать, что это мощи, которые порождают мощную духовную жизнь. Идея не моя, но я не помню, на петербургских семинарах это обсуждается. И, наконец, последнее. Мой уже исследовательский опыт показывает, что бессмысленно ориентироваться на такой фантом, как какое-то российское общество или население. Ну, нет такого. Есть очень сложно дифференцированная, быстро меняющаяся ситуация. Ну, нет такой аудитории, понимаете. И, в частности, поэтому все эти опросы общественного мнения тоже бессмысленны. Нет же единого общества. Есть очень много очень сложных, очень разных, довольно зыбких групп, про большинство из которых мы не знаем про их существование. Они не больше на поверхность. А как же опрос Сбербанка про молодежь? А это не опрос, Оля. Это объясняю. Это не опрос. Это команда, которую обучил Сергей Александрович Белановский. То есть первый человек, который в России стал практиковать реальные фокусированные интервью и фокус-друг был. В условиях особых очень дорогих технологий проводила вот эти фокусированные интервью и фокус-друг. Это непросто, недешево и небыстро. Никаких опросов. Опросы позвольте задают молодому человеку вопрос. Сколько секунд вам нужно чтобы считать актуальную информацию? После чего вы... Да нет, конечно, это другая технология. Это качественные методы в социологии. Там не было никаких опросов вообще. Ну, извините, если я задержал, мне казалось важным просто отреагировать и то, что представитель государственной службы говорит, да, действительно, мы будем работать с щелями, ну, хорошо, господи, хорошо. А вы там написали, люди живут в регионах. Люди не живут в регионах. Люди живут в местах. Регион это другая конструкция, причем вот ситуация такая, приезжает человек и говорит, вы тут в регионе, но это соответствует ситуации, что он бы всем присутствующим и давал сразу пользуясь тем, что он москвич, поморки, например, или бы, я не знаю, произвел тут фекалии. Вот ситуация такая, люди не живут в регионах. Все это проехало, это все это административная конструкция, дележ денег, иллюзия управления и так далее. Эпоха регионов, про которую я начал писать в конце 80-х, уже прошла. Россия состоит не из регионов, а из чего-то другого, если вообще можно говорить, что она состоит из этих многочисленных локальных сообществ. А как бы с региональной идентичностью, если люди не живут в регионах? Региональная идентичность, например, пермская, относится к определенному пермскому сообществу, которое, кстати, не вполне укладывается в административные границы Перми, точно так же, как там Псковская не охватывает юго. Ну хорошо, а городская идентичность, вот места, это как бы насколько они сужаются? люди живут в квартире. Нет, вот тут я процитирую нашего ссория покойного друга Леонида Викторовича Смирнягина, который с большой тоской говорил еще 30 лет назад, что за порогом квартиры начинается Советский Союз. Это многое объясняет. Да, сейчас бум местной идентичности. На мой взгляд, страну вынули из холодильника, и в ней пошли те же процессы, которые были до революции. Я принципиально новых процессов, но не технологических, я вообще не вижу. И до революции был бум идентичности, был музейный бум, был бум того, что тогда называли современное искусство. Ну, я, конечно, очень утренирую полемически. Да, бум идентичности, поиск идентичности, вот такого мычания, понять, кто мы и так далее. Да, очень ярко, очень интересно, очень опасно. Коллеги, а что вот тогда, если мы как-то расходимся в ощущениях и определениях региона, мест и так далее, по поводу идеи центра, она-то хотя бы стабильна, или с ней тоже у нас проблемы на сегодняшний момент? А какая у нее идея, в смысле? В каком центре? Ну, в смысле, что вот идея центра, существование центра. Центр, да, центр тоже нестабилен. Центр у нас меняет свое мнение по 7 раз на дню, вот, по большому счету. Но он хочет быть центром и оставаться. Центр, нет, насколько он множественный, мы живем в империи, мы живем в империи, но в таком, знаете, хвосте этой империи, которая уже как-то с одной стороны разрушилась, а с другой стороны еще, а что вы? А ощущения остались, да? Нет, мы уже давно не живем в империи. Мы живем в посте, в посте этой империи. Знаете, как комета пролетела, а еще есть такое свечение от нее идет. Можно я отвечу на ваш вопрос относительно центра? Человек живет в разных системах измерений, она не является единственной. Поэтому, конечно, когда мы говорим о административной системе измерения, роль столицы, никто не отменял совсем ее разнообразием функций. Когда у нас как система личностных отношений или чего-то другого, то у нас и по-разному строятся и представления о центре. И в этом смысле человек, конечно, живет и в квартире, и вместе, и в регионе, и в стране. Это все зависит от того, что вы рассматриваете. И поэтому он обладает, и поэтому его идентичность, она многослойная. И, к сожалению, к счастью, точнее, мы настолько сложные существа, что мы можем в себе все это совместить без существенных противоречий. А если возникают эти противоречия, то возникает кризис личности. Вот тут человек обращается к искусству, к литературе, за ответами на больные вопросы. Он попадает к литературе. Ну, это зависит от человека. Да, просто дело в том, что когда государство пытается у нас искать смыслы, оно очень любит искать постоянно смыслы, оно эти смыслы никак не находит. Государство не пытается это делать. Это мы приписываем ему... Да нет такой сущности государства, господа. Ну, я понимаю... Вот он, вот он марксист. Вот он марксист. Нет такой сущности. Нет, нет, подождите. Подождите, ну, давайте про смысл, извините, поговорим. Нет, нет, нет. Вы считаете, что государство не ищет смысла? Нет, оно на самом деле последние годы как раз этим занято и тем, чтобы найти как раз ту идентичность, которая, как у нас сформулировали, русский мир, да? Что такое русский мир? Что такое человек, живущий в русском мире? И дальше по той самой схеме, о которой вы говорите. Нет, государство не бывает без идентичности. Понимаете, оно может искать, как ее изменить, как подстроить, какие более современные государства не бывает, иначе оно разваливается. Потому что государство не держится только на армии. Оно держится на... Его власть, власть это не только сила. Понятно, что он держится на новом году и в салате Оливье. Это те там, условно говоря, и 9 мая, да? Салат Оливье тоже имеет свое значение, да? Потому что мы себя ассоциируем страной, со страной, и государство воспринимаем как важнейшую ценность. Более того, как ценность, как одна из важнейших, мы с тобой. Нет, нет, нет. Как раз разность того, как делают Оливье в конкретном регионе, и есть та самая локальная энергетическая. Нашли гордиться своими людьми. Абсолютно верно. Та же модель, применимая к искусству. В большом счете. Сто процентного согласия в отношении государства быть не может. В государстве всегда есть несогласные группы. Но, тем не менее, те опросы, которые вы так не любите, они показывают, что основная масса населения, которая составляет опору и тело этого государства, оно считает это государство важнейшим достижением народа. Нет. Которое... Эти опросы недостоверны. Ни один реальный социолог... Владимир Леопольдович, это ваша точка зрения. Вот я высказываю свою точку зрения, которая не совпадает с вашей. Ну, у нас примерно где-то в день от трех до пяти тысяч уникальных пользователей. Это реальная статистика, не та статистика, которая обычно дается, то есть мы считаем честные. Коллеги, еще... Ну, вот все-таки важный очень вопрос, на мой взгляд. Мы, да, про территориальное развитие, про регионы поговорили, а вот про смыслы, которые конструируются на местах и которые, собственно, роль институций на местах или, не знаю, личностей на местах, которые занимаются формированием вот этой образа места. Я, честно говоря, всегда переживаю условия идентичность, потому что оно как-то, ну, для меня такая ускользающая какая-то сущность. Так вот эти вот образы мест, ценности мест, вот что сейчас, на ваш взгляд, является как бы главным вот из этих конструируемых сущностей, да, потому что мы подходим к развитию регионов, ну, с очень разных точек зрения, там, не знаю, культурные институции формируют эти смыслы. Политические, значит, силы, они, ну, они, мне кажется, что особенно не пытаются вступить в это взаимодействие, преследуя, как бы, находясь в некой своей системе ценностей. Вот, на ваш взгляд, для того, чтобы как-то эту систему, ну, так скажем, гармонизировать, вот где здесь сейчас вот эти возможности для регионов проявить себя по-другому и найти, ну, вот этот вот, что ли, да, ключ к тому, чтобы, ну, вот эти локальные особенности стали ключом, действительно, да, для более четкого понимания специфики каждого из мест или регионов. Ну, можно, да? Да, конечно, я говорю. Не, мне просто кажется интересным, что регионы, как, ну, искусство в регионах характерно тем, что они прорастают на чем-то разрушенном. То есть они не воспринимают те сущности, которые были им даны, как бы, там, географически или как-то иначе, а там формируется какая-то совершенно новая сущность, новых молодых художников, которые в основу ставят как раз не то, что, ну, не знаю, там, если мы уж о Перми говорим, что вот, да, там, Пермь, это, что, что там у нас, да, в Перми, там, шахты, производство, да, промышленность и так далее. То есть там просто появляется некий художник, который как раз сам становится двигателем местной культуры, местного искусства, будучи сам, как бы, производителем этих смыслов, совершенно, как бы, оторван от, вот, от, с одной стороны, от локального контекста, с другой стороны, он постепенно, как бы, в него проникает. Ну, например, да, то есть он делал какое-то произведение искусства, ему надо где-то его экспонировать. Он для этого берет, что, например, на Урале, заброшенный завод какой-нибудь, да, там, или где-то еще, да, вот. И вот это в итоге перерастает во что, например, да, в индустриальный биналь, да, там, в конечном итоге. Ну, то есть как это формировалось, да, там, на протяжении 90-х, 2000-х годов, вот. То есть, как бы, с одной стороны, вот этот внутренний драйв самого художника, с другой стороны, окружающая его, вот, эта вот, локальная действительность, вот. Потому что, если бы они отталкивались от поиска смыслов, да, то есть пытаясь, опять-таки, навязать каждому региону какую-то вот эту патерналистскую историю, что вот мы из Москвы знаем, что у вас там в Нижнем Новгороде, да, или там у вас там... Грибы с глазами. Да, да, да. Грибы с глазами. Давайте, значит, производить смысл вокруг этой истории. Вот. То история бы, конечно, загнулась бы сама по себе. Потому что вот эти навязанные смыслы воспроизводить просто неинтересно, да. А с другой стороны, вот мы видим, вы, собственно, чем занимаетесь, да? Вы пытаетесь как раз вот в регионах вычленить как раз тех самых драйверов, триггеров, которые могут повлиять на локальное искусство, да, не отталкиваясь от него, а будучи как-то, да, этим самым движком. Можно короткую? Ну, конечно. Я, хотя мы, как бы, с Львёй, естественно, различаем еще, ну, не по полу, конечно, но по возрасту и по, как бы, занимаемой позиции, но мне очень близко то, что он говорит. Развитие, непредсказуемость жизни. Для этого нужно очень много материала. Материалом вот в сфере такого развития являются там арт-объекты, классические произведения, луков, там, матрешки, все что угодно. Но тогда будет развитие. Оно будет непредсказуемо, мы опасны. А как бы можно все забетонировать и там нарисовать цветочки. Тогда будет предсказуемо. Но это будет такая вот, такая цветастая, как бы такое функционирование, может быть, очень интересная, но это не будет жизни в подлинном смысле. Поэтому вот тут просто как бы любой вброс в эволюционирующую систему, он может увеличить ее жизненаполненность, но увеличить ее непредсказуемость. Вот, Варис, смотрите, вы человек молодой, вам еще жить может быть лет 50. Вот смотрите, через 50 лет вы не пожалеете, что вы сильно ускорили процесс соответственно развития. Ну, конечно, в советское время, скажем, андеграунд видели первые десятки тысяч человек живут, но альтернативную литературу посчитали именно те люди, которые в конце советской эпохи выходили на площади. Что их объединяло? Ведь только то, что у них был общий круг чтения, больше ничего. Вот так далее. Будьте любезны. Я имел опыт очень большой региональной работы, по самым разным вопросам. И как я забуду губернатора Позгалева, того, который приехал в странное помещение и сделал пять или шесть полетехнологов. И он сказал, ребят, что это все? Сергей, с молодежью оставлю. С молодежью оставлю. Что-нибудь такое, что ко мне народ боялся? Ну, ты скажешь, у тебя Родина Деда Мороза помогает. Ну, и пусть я еду в связи с вами. Еще, он придумал, что это Родина Деда Мороза, и до сих пор туда идти, спецпоезда ездят. Обросло уже регендами. Стоп, 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 стоп. Первый тур на Родину Деда Мороза был в 1912 году. 1912. Все. Об обломбированном вагоне. Но вот это было в твоих глазах. Тут ему придумали, это Дед Мороза, он как-то пробовал всю историю нашу, и до сих пор это вот регенды, в облаке его будут и не тюрнитуризм. Нет, нет, да. Вот и не вопрос уже вот, как у Урала. Насколько ярко развивался Урал в 90-е, насколько там много всего было интересного. Почему сейчас как-то вот и нету нового клуба, нету в общем-то в Канк, который вышли бы на Турн, нету чего-то такого. Это часто бывает. Другое, есть просто другое, менее, менее, нет. Так полно другого. честно, хочу мне не чувствовать движухи. Вы движухи не чувствуете? А где же вы ее чувствуете, если не в Канк-Террибурге? Вам вообще тогда очень тяжело должно быть в этой жизни почувствовать движуху. Извините, но Ельцин-центр у нас появился. Движуха? Это очень печальная движуха. У нее случится не верю. Если это цель движухи, тогда хотелось позитива. Там художники прекрасные на Урале. Слушайте, опять-таки, это очень интересная история. А вот это важный вопрос. Что мы ждем, когда мы едем в регионы? Где вы ищете движуху? Это очень важный кейс. Екатеринбург. Вот вы приезжаете в Екатеринбург. Куда вы идете за движухой? Знаете, я сидю, сидю в солнце. Видишь полностью с людьми общаются. Видишь полностью в Екатеринбург. Видишь, как люди общаются. А вот у меня есть рецепт. Я как тут человек от бизнеса, я стал сразу размышлять в плане решить вопрос, как же все-таки сохранить локальное искусство и современное искусство принести не в регионы, не в регионы, Владимир, а в места. И вот сейчас у меня чего-то рождается. Вот мысль возникла после того, как вы начали спрашивать про Екатеринбург. И размышления шли следующим образом. Искусство зависит в некоторой степени, как мне показалось, от фантазии, от развития творческих способностей. Потом кто-то видит, как у кого-то эти способности раскрываются и каким-то комом это все идет. Так вот, помятую, как это возникло в 90-е годы, значит, идея какая? Надо закрутить гайки до предела, чтобы у нас было все ровненько, серенько, вшивенько и без прикрас, а потом быстренько открутить краник, и творческая энергия пойдет. Насколько ее хватит? Опять же вопрос, вот хватило лет на 25. Сейчас, видимо, еще следующий виток ожидается. Ну, грустная, конечно, рецепт. Не грустная, а страшная. Мы же помним, какой был невероятно счастливый переход, прошлый переход. Я, когда приехал вскоре после этого в Разомах в 16, о чем говорили жители Асминного города? О чем они все они бесновали, что они говорили, почему чтобы спасти Советский Союз не применили атомное оружие на своей территории? Я говорю, как, надо было разбомбить Вильнюса и ГОС? Они говорят, конечно, конечно, они говорят. Я вот просто увидела, что... Акал был такой, а обошлось все исторически малой кровью. Да, спасибо, очень интересно. Вот меня интересует, как, что с картиной складывается во Владикавказе. Вот там открылся тоже ваш филиал, насколько я понимаю, как там с локальными художниками, как с теми, которые вы туда импортируете. И вот я смотрю, в Нижнем Новгороде сейчас очень активная такая среда получилась. Не знаю, с вами это связано, или это сама она так. Вот мы смотрели перформанс профмыза, очень такой уникальный, своеобразный. и вот что-нибудь такое во Владикавказе родится, или вы как-то не оцениваете это? Спасибо. Да, спасибо вам за вопрос. В Нижнем Новгороде, но я думаю, что это такой очень показательный филиал, и, наверное, самый мощный в плане того, как можно развить ситуацию в городе за определенное количество времени, и какую там получить инфраструктуру. Вот в частности здание «Арсенала», которое сейчас принадлежит филиалу ГЦСИ, это самое профессиональное пространство для современного искусства за пределами Москвы в России на сегодняшний момент, площадью 12 тысяч квадратных метров, которое, ну, нет у него аналогов пока по таким подобным пространствам в России. Соответственно, та публика, которую они привлекают, это даже не просто филиал ГЦСИ в чистом таком смысле расшифровки, «Центр современного искусства». Это очень мощный центр современной культуры, он рассчитан на все аудитории, это такой центр общественной жизни. Местные художники, естественно, там выставляются, просто проблема Нижнего Новгорода как раз в том, что они там очень медленно нарождаются, и вот очень долгое время, собственно, правмы за это были единственными, наверное, такими известными художниками, там сейчас появляется новая поросль, в основном связанная со стрит-артом, и в Новгороде появилась уникальная совершенно школа стрит-арта, и в частности эта выставка, которая под нами, она сокурирована Алисой Савицкой, которая работает в Нижегородском ГЦИ, и Артемом Филатовым, который такой классический стрит-арт-художник, который перерос свою такую классичность, стал еще и куратором выставок. А то, что касается Владикавказа, я была там недавно, филиал там работает за 2010 года, и уже достаточно давно, и как раз Владикавказ это ситуация очень такой сконцентрированной местной, такой, как скажем, экзотической сцены художественной, в которой очень ее нужно прилагать много усилий для медиирования правильного для людей, не связанных с этим локальным контекстом. Это как раз одна из очень интересных проблем, определенной такой, так скажем, это плохое слово, экзотики, но вот специфики места, которые нужно очень хорошо изучать, проникать туда, и расшифровывать. Дело в том, что Владикавказ работает не только с художниками конкретно этого города, вообще со всей Северной Осетии, и вот у них проходит каждый год симпозиум Аланика, и вот это как раз такой жанр смотра и курируемых выставок работ художников со всей Осетии, и на меня это произвело невероятное впечатление, потому что для меня просто открылся какой-то такой определенный мир художников Кавказа, мы будем показывать их в следующем году здесь в ГЦСИ, будем делать большую выставку, и как раз вот этот вопрос в том, что насколько мы плохо знаем вот эти вот специфики разных культурных культурных ситуаций разных регионов, просто однажды думая о том, как дальше развивать, например, просто художественную политику филиала в Екатеринбурге, мы еще для себя тогда думали о том, что мы очень мало используем вот эту вот нашу пограничную ситуацию по поводу того, что мы находимся и на географической, и на символической границе между Европой и Азией, вот тогда мы думали о том, что нам очень бы хотелось развивать вот эти отношения добрососедства с близлежащими территориями, собственно, показывать искусство Сибири, Дальнего Востока, вот того же Нижнего Новгорода, что, ну, потому что обычно все эти связи существуют, Москва, регион. Сделайте там первую в мире выставку, ну, вот полгода назад я проверял, не было еще такой границы в мировом искусстве, в мировой культуре, не было такой, сколько занимаюсь границами, я отслеживаю все, что... Границы мировой культуры? Границы в мировой культуре. Границы в мировой культуре. Конечно, да. А почему вообще вы пытались рассказать? Это очень так, да, это очень простое объяснение, потому что выбор места открытия филиала связан не только там с какой-то культурной ситуацией, он связан еще и с инфраструктурным вопросом. Там была возможность и желание местных властей сделать, ну, как бы, там есть здание, с которым мы можем работать, которое мы можем реконструировать, собственно, чем мы и занимаемся. Очень много зависит от здания, конечно. Он пока... филиал здания, оно строится, сейчас, собственно, у нас готов проект реконструкции, вот реконструкция должна запуститься, а филиал, он сейчас просто арендует помещение у дома культуры Владикавказа, и вот он работает в ежедневном режиме и делает там выставки в одной из частей вот этого ДК. А неужели... Мы еще не перешли на новый сайт, сайт у нас вот в процессе адаптации, поэтому скоро все будет понятнее. А неужели... Есть активная жизнь. Спасибо. А в Якутске еще не открывается? Нет, в Якутске еще не открывается. Там классный дом культуры. Там есть биеннале современного искусства, вот в Якутии... Спасибо вам большое. Мы направим взор в ту сторону. Якутия самый большой административный регион мира. Что? Да. Или есть какое... Чувствую, вы как-то это... Рветесь что-то сказать, нет? По поводу что Владикавказа. Тема подойти. Лариса, может быть, дадим сейчас, замолчим все, и дадим... Замолчим. Возможно, задать вопросы, и будем давать самые короткие ответы. Мы ущемили. Договорились. Я в первую очередь. Кто вопрос? Или ответ? Мы хотели замолчать и дать возможность вопроса. Как-то вопрос. Для... 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 Для человека дали от искусства. Так, мы называем. Позвали для меня современного искусства сосредоточен в двух словах. Инсталляция и телефон. Можно мне, пожалуйста, какое-то третье слово, чтобы я ушел отсюда, даю что. Science Art. Нервничай. Да. Нет, нельзя. Слово есть? Я тебе сказал, Science Art. Что тебе не понятно? Квази-экзистенциальность. Нет, ну в смысле... Это уже философская память. Это две перформативные практики. Одна связана как бы с построением некой концептуальной истории, другая связана с жанром близко театрального. Какой третий нужен? какой-нибудь другой вид искусства. Живопись. Ну да, например, скульптура. Мы уже пошли в сущности. Я могу ответить, одни фразы. Вы знаете, чем все это закончено, иначе бы вы не употребили выделенного слова обличены. Обличены? Круг? Нет, все, 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 да, все уже. Это как бы попытка как бы сказать, создать видимость жизни вот та же какие-то производства, каких-то фантомов. Ну, не хотелось бы о грустном, но понимаете, на Титанике хоть оркестр играл хорошую музыку, а тут ну, вот что-то в этом, это все бессмысленно, тем более, что как бы Москва, это же огромный пузырь, связанный только с характером централизации финансовых расчетов, как только или если только это прекратится, то все, просто все. Подождите, вы же не хотели делить центр, регионы и прочее. У меня мнение такое, что коль скоро точно знаю, больше половины населения день проводят в Москве, а спать ездит в новую Москву, то, соответственно, то, что сейчас происходит с точки зрения градостроительных преобразований к процессу, наверное, есть вопросы, но результат в принципе очень неплохой. И я думаю, у себя в новой Москве эти люди захотят такое же иметь. Не сразу, но это будет. Если можно, да, вмешаюсь в эту дискуссию. Во-первых, политика правительства Москвы, ну, по крайней мере, в ее архитектурной части достаточно дифференцирована. И те принципы, которые применяются к исторической части города, они не переносятся на территорию новой Москвы. То есть эта территория рассматривается как принципиально иная. И существует масса программ по выработке стандартов благоустройства, обновлению всяких норм и всего остального, которые применяются к данной среде, к среде новой Москвы. Но существует серьезная проблема, потому что какое-то осмысление, ну, во-первых, само присоединение этого куска территории к Москве, в общем, в профессиональном сообществе с ним никто не согласился, но это уже та данность, с которой приходится работать. Но это волюнтаризм-то он волюнтаризм, но он не на ровном месте тоже вырос, понимаете, потому что это дискуссия, которая велась перед этим лет 20. Поэтому здесь тоже это так же, как сейчас, вот скажем, вопрос о сносе пятиэтажек тоже рассматривается как волюнтаризм, но опять же это дискуссия, которая велась как минимум 25 лет, и имеет под собой массу других решений. Так вот, противоречие в том, что в течение 20 лет город развивался по логике бизнес-интересов, и затем эта логика была остановлена, в общем, надо отдать должное Собянину, он обладал достаточно мужеством, чтобы поставить предел такому развитию города, и была, но можно не соглашаться, тем не менее, огромное количество финансового пришла, или нет? Ну, финансовые интересы при любом развитии города существуют, но тем не менее, логика стихийной застройки города в соответствии с интересами определенных бизнес-групп, она была остановлена, и сейчас реализуется другая логика, при которой тоже могут быть прекрасно реализованы интересы бизнес-групп, но все-таки эта логика, она связана уже с определенным городским планированием, и, ну, вы можете, понимаете, вы качаете, мне тяжело, я лучше не буду на вас смотреть, потому что я высказываю, а где слово правды, что истина, что истина, да, вы владеете словом правды, в той же мере, в какой владею им я, и все мы тут присутствующие, я отвечаю на поставленный вопрос, она отвечает абсолютно как профессионал, профессиональная аргументация, простите, это тот принцип, о котором вы говорите, он слишком прост, для того, для того, чтобы отвечать мы все из окна что-то наблюдаем. У нас тут просто 5 минут осталось. Извините, я коротко отвечу на ваш вопрос, то есть, я не считаю этот процесс обреченным, прежде всего, есть очень большое, есть масса недостатков, связанные, прежде всего, с коррупционной и финансовой стороной вопросов, вопросов, но есть, я совершенно согласна, есть определенные позитивные сдвиги, и я, поскольку городом занимаюсь давно, то есть, я могу сказать, что первый раз в жизни я, пожалуй, поддерживаю то, что делает власть, и более того, многое из того, что делается, хотя я не сторонник власти, но я не стыжусь этого сказать, что многие вещи поддерживаю, я бы советовала делать многое из того, что сейчас делается в городе, и в том числе то, что делается и в Новой Москве, хотя я не сторонница ни присоединения Москвы, ни авторитарных методов управления, как это ни странно, авторитарными методами реализуется вполне демократическая программа, и это один из, в общем, парадоксов развития нашего общества. Ну, пока нас тут не выгнали, да, через пять минут хотел бы завершить, дело в том, что мне кажется, что этот вопрос, он такой очень показательный, значит, Новая Москва, это же что, это бывшая Подмосковья, да, и вот Подмосковье и Москва здесь развиваются параллельными путями, Подмосковье, это как раз как вот вся Россия, знаете, там Луховица, в нее огурец Луховицкий, внутренний туризм, то есть поехать посмотреть на Звенигородский Кремль, Волоколамский Кремль, какой-то урбанистика в Клину, то есть вот такие попытки, и Москва, которая, да, такая вот кишка протянувшаяся от Москвы до Калужской области с желанием как бы застроить это все спальным жильем, да, без какой-либо как раз культурной политики, вот, на мой взгляд, сейчас, да, вот, мне кажется, что это как раз такие две, ну, это отрыжка предыдущей эпохи, к сожалению, к сожалению, вот, не, я же помню, там был город Троицк, да, вот, в свое время такой научный город, такой с прекрасным потенциалом, кстати, там даже были мои знакомые художники, такие очень локальные, наверное, нигде там не выставлявшиеся, вот, но тем не менее были, вот, сейчас они в Москву переехали, говорят, что там невозможно, значит, в Троицке что-то делать, потому что теперь все органы управления фактически переданы на Москве, нет местного самоуправления, некому, собственно, подойти, не с кем развивать локальную историю, я говорю, вот, мне кажется, это такое очень показательно, да, Москва и Московская область как такой федерализм против такой унитарной, да, такой схемы, вот, ну, вот, как бы, интересно, какая победит в России в целом. Да, действительно, это очень показательно, что все-таки разговор, ну, в общем, о территориальном развитии мы закончили Москвой, да, и, поэтому, в общем, это, видимо, такое, мне нравится такой финал, мне кажется, это очень показательно для всей нашей ситуации, я остаюсь с вопросом о том, чем же все-таки в таком случае эти разные места интересны центру, я думаю, что мы еще не одну какую-то дискуссию про вот эти возможные точки взаимного обогащения проведем, и, ой, в смысле, господи, что я говорю уже, извините, ну, в общем, как бы, да, суть в том, что вот эта тема по поводу присутствия региональной повестки, ее изменения, и вообще, ну, большое спасибо за сегодняшние мысли и рассуждения, это очень обогащает вообще контекст, в котором мы находимся, и до следующих встреч. — Можно я скажу? — Нет, нас тоже выгоняет. — По порядку. Как бы с пожеланием на будущее. Мне хочется сказать это присутствующим, чтобы можно было учесть. — Конечно. — Значит, во-первых, я благодарю за очень воодушевляющую атмосферу, хотя на наиболее хорошеньких дел, чтобы я старался не смотреть, уже не время. Первое. Второе. Здесь стулья не прикреплены к полу, поэтому, чтобы был формат круглого стола с участием аудитории, нужно по-другому организовать пространство. — Ну, это вы хотите всем рассказать. — Это то, что мы, в отличие от спасения России, можем сделать за 15 минут в следующем заседании. Я предлагаю твою помощь. — Спасибо огромное. — Спасибо. — Спасибо вам всем за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok